И я приду к тебе на лыжах, со мной придет весна, ты слышишь, как бьется, бьется твое сердечко, возьми и с собой чуть-чуть любви. Всем привет! Сегодня в выпуске разберем женские спринтерские гонки, что прошли в рамках третьего этапа Кубка Мира по лыжным гонкам. Соревнование принимает у себя швейцарский Давос. От россиянок си до квалификации смогли пройти только три лыжницы. Это Наталья Непряева, Юлия Ступак и Христина Мацокина. В первом четвертьфинале как раз бежала Наталья Непряева. Дистанция полтора километра, стиль передвижения свободный. Начала гонку россиянка достаточно тихо и держалась первую половину в замыкающих. На экваторе Наталья пробирается в тройку и в решающий подъем уходит на второй-третьей позиции. Вслед за Словенкой Евой Уревц. Гору классно отработала швейцарка Фейндрих. Непряева выходит на спуск третьей. На финишной прямой россиянка отлично спуртует, поджимает Словенку. Уревц тяжело дался подъем и она проигрывает эту дуэль Непряевой. Фейндрих за пасом первая. Непряева вторая и это прямая путевка в полуфинал. Во втором четвертьфинале бежала с лидером спринтерского зачета Дольквист Юлия Ступак. Начало у Юлии такое же как у Непряевой, достаточно неспешная в замыкающих. И только на длинном выкате Ступак старается улучшить свои позиции. И в подъем заходит четвертой. На подъеме россиянке удается взять тепленькой Диггинс и к спуску разменять четвертую позицию на третью. На финишной прямой Ступак зарубается с лотой Вэнг и успешно ее обходит. Дольквист первая, Ступак вторая. Пока россиянки выступают достаточно обнадеживающе. В третьем четвертьфинале россиянок не было. В нем уверенно первые два места остались за американкой Брэнон Рози и словенкой Анной Марией Лампич. В четвертом забеге у нас Христина Мацокина попыталась пробиться в полуфинал. Поначалу гонка развивалась по привычному сценарию. Россиянка в замыкающих. Правда последний подъем Мацокина прошла слабо. Из-за чего к спуску от лидирующей группы образовался большой просвет. Который уже дальше сократить не представлялось возможным. Два первых места здесь за норвежками Тирель Вэнг и Мирвальд. Россиянка только шестая. И вновь Мацокина останавливается на стадии четвертьфиналов. Пятый забег отметился плотным сражением его участниц. Падением на повороте к финишной прямой финки Йенсю Ясми. И победой шведок Рибом и Дивик. Таким образом в четвертьфинале потеряли Мацокину. Но зато Ступак и Небряева продолжили сражаться. И теперь переходим к полуфинальным событиям. Обе россиянки попали в первый полуфинальный забег. Стартовую прямую Небряева проходит по-прежнему тихо. А вот Ступак активно вырабатывается и занимает первую позицию. Юля очевидно поменяла тактику на этот забег. Таким образом в первый подъем Ступак возглавляет группу, а Небряева наоборот замыкает. Спуск Ступак проходит не очень уверенно, из-за чего позиция россиянки меняется резко на третью. Не скажу, что лыжи катят совсем плохо, просто плужить надо поменьше. На равнины прямой Небряева старается по внешке улучшить свои позиции. Ступак продолжает опускаться вглубь группы. Ситуация поменялась диаметрально. Теперь Небряева впереди, а Ступак в замыкающих. К подъему добавляет Брэннон и Дольквист, и они заходят в него первыми. Небряева третья. Тяжко в подъем приходится Ступак. На его вершине она еле расталкивается, от первой четверки просвет уже очень большой. Небряева на финишной прямой атакует с четвертой позиции. Подтягивается к Фендрих, но уж очень близко россиянка к ней поджимается, надо уходить вправо. Но возможно правая дорожка менее накатана. Но вот уже и финишная черта. Дольквист и Брэннон попадают в финал напрямую. Фендрих и Небряева, что осталось четвертой, будут ожидать результатов второго полуфинала. Ступак, увы, бросила бороться и заканчивает гонку на шестой позиции. А во втором полуфинале на финишной прямой развернулось целое сражение за прямые путевки. Вот вроде уверенно Тирель Вэнг идет на первой позиции, но позади Лампич нехило так включается и на глазах достает норвежку. А там правее за Славянкой тянется еще и Шведка. И Лампич с Эммой Рибом обходит Вэнг. Забег был примерно такой же по времени, как и предыдущий. И все же Вэнг удается по времени обойти Непряеву. И именно она с Фендрих попадают в финал. Наталье Непряевой не хватает всего каких-то 0,08 секунды. И россиянка пролетает мимо финала. Надо было все-таки Непряевой изначально уходить на крайнюю правую дорожку. Пример с Шведки Рибом показал, что и по ней можно хорошо финишировать. И это стало ключевой ошибкой, из-за которой Непряева не смогла попасть в финал. Таким образом финал прошел без россиянок. В самом финале очень многое решалось, кто на какой позиции зайдет в последний подъем. И к этому самому подъему из общей группы отцепляется Рибом. Шведка теряет шансы побороться за медаль. А Бреннан и Лампич на первых позициях залетают в подъем. Отлично отрабатывает и выходит в параллель со Славянкой Фендрих. На вершине подъема Бреннан запинается и падает на снег. А ведь американка шла первой. И теперь Рози Бреннан присоединяется к отставшим Вэнг и Рибом. Впереди разыгрывают медали Фендрих, Лампич и Дольквист. На спуске чуть было Лампич не падает, но Славянка смогла удержаться. В итоге первая тройка друг за другом выкатывается на финишную прямую. Лампич чуть позади. Дольквист слева обходит Фендрих. Неужели Шведка вновь всех обойдет? Да, так и есть. Майя Дольквист остается непобедимой спринти в этом сезоне. Надин Фендрих вторая, Анна Мария Лампич третья. Жалко конечно, что Бреннан Рози споткнулась на подъеме. Американка сегодня смотрелась неплохо. Безусловно, Бреннан добавила спринти к этому сезону. А россиянки пока в спринте даже в финал не попадают. Но посмотрим, как они себя проявят на следующем этапе. Где помимо личного спринта будет и командный. На этом выпуск подошел к концу. Отблагодарите лайком, если видео вам понравилось. Не забывайте подписываться. А также прожимать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Спасибо за внимание. Всем лыжи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok